Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы, как всегда, говорим о том, что происходит в городском округе Люберца, в Московской области и, конечно же, за ее пределами в том числе. Поговорим мы сегодня об электроэнергии, а точнее об электрических сетях, но вот с какой точки зрения. О том, как правильно подключаться, как правильно следить за тем, чтобы все было в соответствии с законом. Ну и, конечно же, каковы при этом могут быть нарушения, потому что без электричества мы как без воды в той песне, ни туда, ни сюда. И как это делать все правильно, не нарушая закон, нам поможет в этом разобраться Александр Сапожников, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московской области ФАС России. Здравствуйте, Александр Александрович. Скажите, пожалуйста, действительно такая большая проблема подключения электричества? Да, действительно. В связи с тем, что на территории Московской области постоянно увеличивается количество земельных участков для проживания, соответственно, каждый участок должен иметь подключение к электрическим сетям. И в настоящее время стало гораздо лучше, но проблемы все равно в этом направлении остаются. А почему именно антимонопольные контроли этим занимаются? Что в этом такого от монополий? Значит, это связано с тем, что технологическим присоединением к электрическим сетям занимаются сетевые организации. А они, в свою очередь, являются субъектами естественной монополии. То есть, если организация занимается вот этой подключением, на этом рынке работает, значит, они являются монополистами. И вы следите за тем, чтобы все было в соответствии с законом, чтобы никуда от государства ничего не утекло, и чтобы собственник был доволен. Правильно я понимаю? Да. И какая-то организация, которая тоже... Речь идет же не только о собственниках, ну, я имею в виду о юридических лицах, о физических лицах, но и, видимо, о юридических лицах тоже, да? Да, все верно. Все верно. Ну, хорошо, тогда давайте мы... Просто я не ожидал, что это такой вот серьезный вопрос, хотя мы прекрасно понимаем, что свет дает нас не 10 организаций, их гораздо меньше. У меня такой вопрос. На сегодняшний день, если мы отмотаем пленку лет так на 10 назад, я помню, какие жуткие скандалы по поводу того, что для того, чтобы подключить электричество, ну, про Москву рассказывали, про другие регионы страны, о том, что какие-то сумасшедшие деньги просили и так далее. Какой сегодня вообще существует механизм этого подключения? Он как-то прописан, схема какая-то есть, как человек, гражданин или организация должны действовать в этом? Да, конечно. Значит, чтобы осуществить присоединение своих земельных участков, на которых жители проживают, либо юридическое лицо хочет вести свой бизнес, соответственно, надо ему подключиться к электрическим сетям. Вот. И у нас в стране разработаны правила технологического присоединения к электрическим сетям, вот, которые, в общем, в которых прописан четкий порядок, как эта процедура должна осуществляться. Ну, вот я захотел подключиться, куда я иду? Ну, в соответствии с правилами, заявитель должен обращаться в сетевую организацию с соответствующей заявкой на технологическое присоединение. Но здесь есть свои нюансы. И вот хотелось бы как раз остановиться на них. Потому что все мы знаем, что если, например, как юридическое лицо может напрямую обратиться с заявкой, как в письменном, так и через интернет, в сетевую организацию, то с жителями садовых некоммерческих товариществ тут ситуация сложнее. Например, если такой человек является членом такого товарищества, то его технологическое присоединение должно осуществляться в рамках технологического присоединения самого СНТ. То есть за него заявку подает СНТ, то есть председатель, да. И договор заключается между, соответственно, СНТ и сетевой организацией. СНТ, как еще раз расшифруете? Садовое некоммерческое товарищество. Это объединение граждан... Которые дают ему право некое подключение. То есть чтобы не каждый обращался отдельно, а через какого-то представителя. Да, то есть данным вопросом занимается председатель. Это связано с тем, что зачастую данные, соответственно, организации, ну, они могут быть дачниками, коммерческие партнерства, садовниками. То есть это немножко формы разные, а по сути это одно и то же. То есть здесь возникает вопрос в том, что на территории данной организации уже существуют электрические сети. И то есть данного потребителя проще всего для сетевой организации подключить через них. Ну, через главу вот этого некого... Ну, через существующие сети, да. То есть не должен человек сам обращаться в огромную компанию и говорить, что вы подключите меня, пожалуйста, а через своего председателя, да, он к нему обращается и говорит, я хочу подключиться. Скажем так, что председатель должен быть в курсе о таком технологическом присоединении. Вот, тут мы еще должны выделить еще одну категорию потребителей, которые, их земельные участки, ну, располагаются на территории таких... Обществ. Обществ, да, садовых. Но при этом они не являются членами. То есть они живут... То есть решили сами по себе. Сами по себе. А подключиться хотят. А подключиться хотят, да. Да, в таком случае данный заявитель, опять же, сам заполняет заявку, что в заявке должно быть указано, какие документы должны быть к ней приложены, в правилах технологического присоединения четко прописаны. Вот, соответственно, он подготавливает эту заявку, но данная заявка подается в сетевую организацию, опять же, не напрямую этим заявителям, а сопроводительным письмом, да, через председательный центр. Который говорит, что он в курсе, что у нас есть такой участок, на котором люди, не входящие в наше общество, там, садоводов, вот они хотят к нам подключиться, мы должны быть в курсе, мы вам посылаем, и тогда происходит это подключение. Ну, он просто может, да, написать о том, что вот, направляю вам заявку такого-то заявителя для технологического присоединения. Хорошо, вот вы сказали набор документов, вот какой он? Такое ощущение какое-то огромное, наверное, да? Что там должны быть за документы? Нет. Где можно, чтобы не тратить время, может быть, на каком-то сайте зайти, посмотреть, что за набор документов идет для подключения? Значит, если мы говорим о категории заявителей, которые являются физическими лицами, гражданами, и их мощность не превышает 15 киловатт, то объем документов очень маленький. Прям совсем, чуть ли не паспорт, заявка. То есть 6 соток – это немного документов подключить, Свет? Ну, 6 соток – это… Домики, я имею в виду, ну, садовый вот участок, если там 6 соток, самый маленький вариант. Да, это абсолютно минимальный комплект документов, с которым можно ознакомиться, ну, либо если открыть правила технологического присоединения, либо зайти на сайт сетевой организации, в которую вы будете обращаться. У них все это в электронных формах сейчас абсолютно есть, на сайтах практически у каждой сетевой организации. Кстати, на территории Московской области их порядка 70. Но, тем не менее, из них самые крупные – это только две. То есть на сайтах этих организаций, прям, как говорится, сейчас конкулятор заявки есть. Вы заходите туда, выбирайте, кто вы, что вам нужно, и дальше вам уже ваш… Вас это… Ведет по… Программа ведет по списку, да. Еще раз, давайте вот это вот для наших телезрителей, которых, может быть, ну, счастье свалилось им на голову, что у них появился садовый участок или дача, или, может быть, какой-то… Сейчас вы понимаете, что бывают такие дачи, что как целый дом, и не шесть соток только, может быть, что если они являются участниками некого общества, то они, понятно, через председателя это попроще, наверное, будут сделать, да. Если они не являются участниками, все равно они их уставят в известность. Но тут возникает еще такой момент. Ведь у нас же народ простой, он просто бросил провода где-то, подкрепил так, закрепил аккуратненько, и никого не поставил в известность. Да, ну, как бы изучают люди физику в школе и так далее, может быть, электрик человек сам по себе. Если в некоторых странах, извините, нефть крадут из газопровода, так что уж говорит, чтобы вот в таком садовом участке не подцепиться незаметно. Вот это как сейчас расценивается? Как какое-то уголовное наказание или административное нарушение? И никто, конечно, не ставится в известность. Нет, ну, конечно же, нарушение – это бездоговорное потребление электрической энергии. Соответственно, за это есть административная ответственность. Человеку выставляются административные штрафы, соответствующие и он. Ну, как бы эти деньги все равно, если такое будет… Ну, то есть штраф довольно серьезный, то есть это же не только, я так понимаю, нарушение, ну, как подключение несанкционированное, да, подключение к электросетям, когда не ставится никто не в известность нам, ни председатель какого-то общества, ни тем более компания, ни какие другие органы. Ну, это же значит, человек не будет платить за свет как таковой. И плюс к этому это же небезопасная еще история, потому что если он подключился как-то там не очень четко, то это еще может, в конце концов, и пожаром закончиться, правильно? То есть нарушение… Я к чему просто веду? Чтобы люди, у которых такие идеи есть, понимали, что это бесследно как бы не проходит. Это как-то можно вычислить, что вот на какой-то территории есть какое-то несанкционированное подключение, и такое нарушение? Да, конечно. Сейчас у нас технологии развиваются все сильнее и сильнее. Сейчас сетевые организации устанавливают на опорах электроснабжения свои дистанционные приборы учета, которые нету там никаких циферблатов, да. Они напрямую через сеть интернет направляют на их компьютеры данные. Соответственно, как с потребителей, так же они отчитываются на каких-то точках контрольных. И если данные, грубо говоря, потребителей, да, которые вот, они знают, что подключено 10 человек, и есть точка, и если данные не будут сходиться, они обязательно… Найдут 11-го. Они обязательно найдут, кто подключен… Да, и к нему в гости придут незаконные. Не только представители правоохранительных органов или компаний, которые это обслуживают, но еще и соседи придут поспрашивать, что это… Ну, правоохранительные органы, может, не придут, а… А кто придет? С бытовая организация придет и выставит счет. Сетевая организация может прийти, с бытовая придут. И плюс штраф? Конечно, это будет… Какой еще штраф? Там идет разряд по максимальной мощности. Заплатит человек столько денег, как будто он пользовался электроэнергией круглые сутки по максимальной мощности. Максимальная мощность. Да, то есть. То есть я к чему веду, что… Сейчас мы говорим о конкретном физическом лице. Мы прекрасно знаем, что такие люди есть. Вот кто-то там гараж хочет как-то подключить каким-то хитрым способом, кто-то к соседу хочет как-то подключиться. Вот все-таки лучше делать, помнить о том, что это, во-первых, небезопасно, а во-вторых, все-таки есть уже какие-то цивилизованные способы и есть разная тарификация, насколько я понимаю. То есть можно подключиться с разной тарификацией, это тоже будет выгодно, правильно? Да, все верно. То есть есть дневная и… И ночная. И ночная. Ну, есть, на самом деле, больше сейчас. Больше есть? Есть несколько периодов. Там есть точки пика, грубо говоря, это вот утренние, да. Есть нейтральные точки, а есть ночное время. Ну что, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас Александр Сапожников, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московской области ФАС России. Говорим сегодня о подключении к энергетическим сетям. Через некоторое время вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. А в гостях у нас Александр Сапожников, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московской области ФАС России. и говорим о подключении к электрическим сетям. И вот еще несколько вопросов, которые я тут даже сформулировал для того, чтобы ничего не забыть. А на какой срок сейчас заключается этот договор? И для физических лиц это одно, а для юридических другое или одинаково все? Тут больше делится... Да, понятно, что есть деление для физических, юридических лиц, но все зависит еще от мощности технологического присоединения. Ну, это вот объем электроэнергии. То есть, если это цех, то это одно. Если гараж, то домашний совсем другая история. Все верно. То есть, мы будем говорить о следующих сроках. Если для сетевой организации никаких работ по сооружению электросетевого хозяйства не требуется, то эти... А мощность, грубо говоря, для физических лиц не превышает 15 кВт, для юридических это 150 кВт, вот такие вот определены законом мощности, то сетевая организация ставит сроки 4 месяца. Ну, то есть, в таком случае со стороны сетевой организации нету никаких работ. Только заявитель выполняет свои какие-то работы, сообщает об этом сетевую организацию, и она уже фактически подключает. То есть, идет подключение в течение 4 месяцев? В течение 4 месяцев. Ну, так долго-то? Ну, все пришел, закрепил две клеммы, да и все. Ну, нужно подготовить в любом случае документацию, да. Если же опять на территории какого-то поселка, это надо же все это согласовать с ними, потому что подключение может быть как прямым, так и опосредованным. А если при опосредованном, сетевая организация обязана урегулировать отношения с этими лицами. То есть, не было такое, что сетевая организация кого-то, как вы сказали, клеммы запитает, а эта сеть, к которой они их подключили, принадлежит к какому-то частному лицу. А это частное лицо придет, узнает об этом подключении и отключит. Чтобы такого не было, соответственно... Ну, пока так. Пока так. Хорошо. Идем дальше. А по работам, ну, если с работы со стороны сетевой организации передусматривают, это 6 месяцев. Ну, а могут быть еще какие-то проблемы в подключении, что какие-то особенности, я не знаю. Особенности, конечно же, всегда встречаются. Я имею в виду, что может быть от 4 месяцев, да, и до... До 4. А, до 4 все-таки. Просто если мощность превышает вообще 670, то уже целые заводы, наверное, подключаются, то тут срок составляет 2 года, но может быть еще по соглашению сторон увеличен максимум до 4 лет. Также есть промежуточная стадия, вот как раз от 150 до 670 киловатт, это вот год. Ну, уже постепенно, может быть, подключение, а там... Есть, да, поэтапное повречение, да. Подключение, да. Подключение, все это хорошо. И все-таки проблемы с подключением существуют, да, они есть. В связи с чем это связано? С нехваткой людей или с тяжелым документооборотом? Мы же знаем, что такое документооборот в России. Пришел, не ту справку принес, не ту печать поставил. Вот у тебя уже не 4 месяца, а еще больше. Вот есть какие-то глобальные проблемы, с чем сталкиваются, скажем, физические лица? Наверное, у юридических это попроще, потому что на них все-таки у них работают целые коллективы. Ну, основные проблемы это, вот как я ранее говорил, что заявитель, который на территории находится, он должен подавать свою заявку через председателя, да. Председатель может, ну, сказать, с какой, кстати, я это должен делать. То есть он может так сказать? Ну... А как же, я буду тогда без света? Вот, то есть, ну, теоретически он может сказать, но законом это не предусмотрено. В законе прописано, что председатель обязан это сделать. А председатель говорит, я все сделаю, только если ты вступишь в наш замечательный кооператив «Солнышко». Возможно, председатель будет какие-то требования, может, деньги, может... Но это незаконно. Это все незаконно, он не имеет права требовать. И что делать тогда? В таком случае надо обращаться в суд. Что председатель такой-то не позволяет мне это сделать. Да, это суд заставит это председателе подать в отношении такого потребителя, заявителя, соответствующую заявку. И сетевая организация с удовольствием при получении этой заявки заключит договор. Причем не с председателем, как в районе, а напрямую с таким потребителем. А председателя отключат весь, все остальное седовое с товариществом. Шучу, конечно. Но, я думаю, это не единственная проблема. Все-таки 4 месяца такая организация... Я к чему просто веду? Что еще может ждать человека, как вы говорите, заявителя? С какими он, может быть, трудностями сталкивался? Ну, да... Кроме председателя. Да, конечно. Много еще трудностей бывает. Во-первых, раньше, до июля этого года, была очень серьезная проблема в нарушении направления договора в срок. Потому что правилам предусмотрен определенный срок. Соответственно, если вы получили договор, он мог содержать требования, которые, ну, незаконны. Ага. Вот. То есть договор все-таки надо читать, вычитывать его. Раньше надо было читать. А сейчас уже не надо. Сейчас законодательство все время эволюционирует. И в июле этого, с 1 июля этого года вступили в правила поправки, которые упростили процедуру технологического произведения до такой степени, что она не была простой такой никогда ранее. То есть заявитель просто через сайт все это делает спокойно, и сетевая организация ему прямо на портале своей организации в электронном виде типовую форму договора выкладывает и счет. То есть человек не должен ездить, подписывать эти письменные какие-то договора. Просто он оплачивает выставленный ему счет. И когда он это оплатил в течение пяти дней с момента, ну, выставляя счета, если он оплачивает, то договор считается заключенным. Все. То есть... В договоре точно никто не пропишет какой-нибудь хитрой предложенице, а заявитель возьмет и подмахнет его, что называется. Ну, смотрите, раньше на заявителя возлагались некие требования, да, при заключении договора. Он должен был организовать свой узел учета. Опять же, в июле вступили поправки, и теперь сетевая организация делает, монтирует приборы учета. От потребителя практически уже, ну, просто нет на него никаких обязанностей, не возлагаются. То есть, соответственно, все делает сетевая организация. Поэтому каких-то навязываний практически надеемся. А мошенников никаких нет вокруг этой системы, которые... Ну, опять же, мы берем этот замечательный садовый участок. Какие-то мошеннические схемы еще работают. Кто-то может прийти, предложить, заключить какой-то контракт, договор, подписать. Вот с таким вы не сталкиваетесь в последнее время? Нет, к сожалению, с таким мы не сталкивались. К счастью. К счастью, да. Но тут возникает вопрос, что, опять же... Население просто не очень грамотно в этом вопросе, понимаете? Они не всегда знают, что существуют компании, что, оказывается, антимонопольный комитет этим интересуется. Вот я еще раз хочу. Я должен подключить себя, да, в Московской области. Я куда иду? На сайт или в компанию? Мне надо ножками сходить. Смотрите, вы сможете как через интернет это подать все, либо отвезти в ножками. Как вам удобнее? Компания у нас, вы сказали, их две компании или несколько? Компаний, на самом деле, сетевых порядка 70 штук на территории Московской области. Но... Как их выбрать? Выбрать их очень просто. Правила говорят нам следующие по этому поводу. Идете в ближайшую сетевую организацию к вам. А как понять, что она сетевая организация, которая работает, и антимонопольный комитет о ней знает и следит за ее работой? Для этого вы можете сделать запрос в органы местного самоуправления. И он в течение 15 дней обязан вам дать информацию, куда вам следует обращаться с заявкой. Просто среди этих 70 штук, две, которые распространены очень крупно на территории Московской области, остальные в каких-то районах определенных, да, о которых все знают. Ну, так похоже на автозаправочные станции, вот подход такой. То есть есть крупные, а есть чуть-чуть меньше. Да, а остальные это буквально, скажем так, организации, ну, заводы, да, там, какие-то организации, которые просто имеют статус сетевой организации. А, ну, ведь по большому счету электроэнергией-то у нас занимается одна организация, глобально. Кто вот добывает то, кто у нас? Ну, если вы имеете в виду... Вы говорите, как это называется, монополист, такой прилагательный... Субъект естественной монополии. Естественная монополия, да. То есть просто мы берем естественного монополиста и распределяем по нескольким компаниям. Правильно я понимаю? Нет, на самом деле... Доход-то все равно идет в естественную монополию? Все гораздо сложнее, потому что генерирующие организации, это, ну, там, электростанции, они генерируют электроэнергию и выставляют ее на оптовый рынок электроэнергии, где ее покупает поставщик и продает вам. То есть вы покупаете не у них, а у поставщика. Ага, понятно. Ну, крупные, там, поставщики... У посредника. Да, в Московской области это, там, основной, наверное, это МОСЭнергосбыт, о котором все знают. И в Москве. Ну, и помимо его еще есть шесть. Они более... поменьше чуть-чуть. Хорошо, а вот если я с одной сотрудничаю, я хочу переключиться на другую. На другого поставщика? Да, такой вариант существует вообще? Да, всегда вы можете договор заключить с другим поставщиком. И тоже четыре месяца ждать? Нет, вы имеете в виду подключение? Да. Нет, к сожалению, подключение к технологическому присоединению имеет однократный характер. Если вы один раз подключились, да, то все. Нравится, не нравится, плати. Нравится, не нравится. Ну, вы не будете платить сетевой организации, вы ей платите только единоразово за технологическое присоединение. Все. Хорошо. Больше вы с ней вообще практически никак не контактируете. Льгот никаких сегодня не существует для подключения? Льгот. Для юридических и физических? Есть. Льготы сейчас, опять же, законодательство совершенствуется. Льготы сейчас очень обширные. Во-первых, это если заявитель до 15 киловатт, как физическое лицо выступает, это стоимость технологического присоединения составляет всего лишь 550 рублей. Ой, хорошо как-то. То есть 15 киловатт – это хватит на многое, что. Опять же, на этом льготы не заканчиваются. Для юридических лиц до 150 киловатт, опять же, и индивидуальных принимателей, ну, мы будем тоже до 150. Значит, технологическое присоединение осуществляется чисто по бумажным тарифам. Это вот именно стоимость подготовки документации присоединения. Все. Документы оборот, я понял. Документы оборот, да. Он тоже очень льготный. Он там буквально рассчитывается, сколько вам киловатт нужно, умноженное на сумму, установленную комитетом по ценам и тарифам Московской области. Все. То есть при желании можно еще и под льготу попасть? То есть, ну, если вы не крупное какое-то предприятие, которым нужны большие мощности, вы обязательно под них. Не то чтобы, ну, вы их просто попадаете. Просто попадаете. Последний вопрос, и будем прощаться. А если я хочу на своем огороде поставить ветряную мельницу, она мне будет ток давать? Ну, скажем так, в странах Европы этот вопрос отрегулируем. А у нас просто я могу поставить на своей территории, никто мне ничего не предъявит. Ну, если подпитаюсь сам. Если вы сами подпитаетесь и не будете подключать других, да, и не будете какие-нибудь махинации производить. Не то что, не то что махинации, потому что, ну, генерация электроэнергии – это сложный процесс, потому что там есть активная мощность, реактивная. Они делятся, в общем-то. Если вы не будете в сеть засорять, грубо говоря, неправильной мощностью, то вам никто ничего не скажет. Если вы будете лично пользоваться или сосед своими подключите. Но зато это не будет монополии, зато появится другой способ электроэнергии персональной. Еще председатель ко мне придет, говорит, давай мы у всех поставим такую мельницу. Ну, это, конечно, из области будущего. Чтобы продавать электроэнергию, надо вам будет в комитете по ценам тарифам установить тариф на передачу электроэнергии. Ну, я думаю, мы поговорим на эту тему, когда все-таки у нас заработают какие-то альтернативные варианты получения электроэнергии. Спасибо вам огромное, вы очень подробно обо всем рассказали. Это Александр Сапожников, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московской области ФАС России. Ждем вас еще раз в гости с рассказом. Ну, а вы помните, что подключиться нужно, можно, это не сложно, а самое главное, еще и льготы работают. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова